Добрый день, уважаемые жители Республики Сахай-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка характеризуется по данным управления Роспотребнадзора 240 случаями новой коронавирусной инфекции, выявленных на территории Республики. Из них 50 случаев выявлено заболевание детей. На настоящий момент в городе Якутске в ряде районов Республики объявлен карантин. Дети переведены на дистанционное обучение по острым респираторным вирусным заболеваниям. В связи с этим, соответственно, выявляются среди достаточно большого количества ребятишек больных ОРВИ и, соответственно, дети, которые имеют болезнь такую, как новая коронавирусная инфекция. Из 190 взрослых, которые у нас непосредственно за эти сутки были зарегистрированы в качестве заболевших, непривитых 97,8%, 186 человек. В стационарах получают у нас сегодня лечение 1157 пациентов. В состоянии средней тяжести находятся у нас 1044 человека по всей республике. В тяжелом состоянии 97, из них непривитых 96. В отделениях реанимации уменьшилось количество тяжелых больных, но, тем не менее, для наших врачей дорога жизнь каждого человека. Врачи борются за жизнь 16 крайне тяжелых больных. Уважаемые жители республики Сахая-Кутия, наиболее напряженной остается у нас обстановка в Мирнинском, Нюрнгринском, Молданском, Малёкминском, Нюрбинском и Мегинокангаласском улусах. Среди районов, которые сегодня непосредственно явились достаточно опасными, является Нюрбинский улус, потому что достаточно долгое время не происходило выявления большого количества случаев, в связи с чем оперштаб района должен принять соответствующие меры для того, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию. Первым компонентом республики привито 490-2 709 человек. Это составляет 68,7% взрослого населения. Уважаемые жители республики Сахая-Кутия, многие из вас прививались в начале января и, соответственно, на полмай месяц. В связи с этим для этих граждан уже наступил период ревакцинации. В связи с чем в целях создания коллективного иммунитета приглашаем вас на ревакцинацию в наши учреждения здравоохранения. Также можете вызвать бригаду для того, чтобы медицинская бригада поставила соответствующую прививку. Обращаем внимание на важность ревакцинации, особенно тех, кто прошел вакцинацию в первом полугодии 2020 года. Свыше 80% у нас сегодня провакцинировано в Абыском, в семи районах, в Абыском, Алаховском, Верхнеколымском, Жиганском, Момском, Нижнеколымском и Среднеколымском. Обращаю внимание, что сегодня есть ряд районов, которые уже также подходят и к 80%. Среди них это в том числе, например, такой промышленный район, как Ленский район и Алданский, которые тоже скоро превысят отметку 80%. Меньше 60% взрослого населения провакцинировано в Горном, на Амском, Алёкминском и Чуровчинском районе. Сегодня необходимо обратить внимание на то, что оперативный штаб Алёкминского района принимает малое количество мер, направленных на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм на территории района. В связи с этим сегодня оперативному штабу района будет дана строгая установка принять меры для соблюдения норм санитарно-эпидемиологического режима, в том числе включая ношение масок, санитарно-эпидемиологические требования по социальной дистанции. Это, соответственно, регистрация и фиксация людей, прибывших в город Алёкминск через открывшийся аэропорт. И, соответственно, соблюдение QR-кодов. Сегодня в районе ситуация одна из сложных, и она связана прежде всего с слабым контролем со стороны оперативного штаба района, о чём будет указано.